Музыка А теперь мы начинаем свое путешествие в Леплиновку с улицы Обрушской на стыке Лукьяновки и Татарки Мы приближаемся к Татарке Собственно, вот сама Татарка Мы поднимаемся на улицу Нагорную Левее, но отсюда не видно, так называемая Пангора Левее, но отсюда не видно, так называемая Пангора Вот этот дом называется Красный дом, потому что он был облицован красным кирпичом И сейчас облицовка закрашена А вот эта вот самая верхняя башенка на нем, она надстроена уже в наше время Мы выбираемся на Смородинский спуск Этого кургана раньше не было, он насыпной, современный Вот это, вероятно, тут прокладывают новую дорожку Уже зацементировали Вместо того, чтобы оставить склоны в первозданном виде Сейчас мы приближаемся к местности, знаменитой своими пещерами Вот брусчатка Смородинского спуска, он пошел туда, а мы идем по тропе К сожалению, от комплекса остается все меньше Вот с той стороны уже все застроено теремами Уцелела роща между теремами и крутым обрывистым склоном Велосипедисты устроили здесь свою велотрассу Вот в этих склонах тоже были входы в пещеры, но они засыпаны Здесь есть такие, как бы, ну, нелегкие Лестнички, а в литературе их называют сходы Вот, то есть, такие лентообразные терраски, которые спускаются вниз То есть, по ним раньше можно было взбираться Разумеется, сейчас они сильно оползли вниз Но, тем не менее, они сохранились и описаны в археологической литературе Вот тут мы видим укрепление склона Возможно, тут и был раньше еще один вход в пещеру Эта местность знаменита тем, что тут на стыке 19-го и 20-го веков Было найдено много спиралевидных пещер Эти пещеры начинались наверху у кромки холма И как бы спиралевидно винчивались вниз А вот тут вход в знаменитую Змиеву пещеру Раньше вот над этой пещерой нависал козырек И вход был снизу вверх Еще в 70-х годах 20-го века вот тут было отверстие внутрь И продолжался как бы козырек этот вниз Но потом археологи спилили этот козырек И укрепили Небольшой гиг Я бы тут застрял Просто интересно посмотреть, что тут изменилось за много лет Оперный театр Ой-ой-ой Зачем я сюда Блин, сверху капает жидкость Я упорно лезу вперед Блин, стукнулся головой Фу Ну все, прохождение пещеры мы вам уже показывали В некоторых сериях Я добираюсь до комнатки Тут невозможно разогнуться Вот я сейчас сижу на корточках И вот первая комнатка Так называемая камера Уходит вперед Ровный коридор Все в пыли Все в лесовой пыли Будем отсюда выбираться О, я не хочу На спину бьется вода Ой-ой-ой Ай-ой-ой Раньше только тут было сухо А теперь, когда раскопали Сюда началась попадать вода И я не могу вылезти Фу Ну и все Как жаба буду сейчас Полезать Ёлки-палки Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ужас Какой ты красивый Ужас Ой-ой-ой На кого я купил На краеведа Шесть тысяч Ой-ой Шесть тысяч лет назад Люди приходили Вот В эту комнатку Оставляли тут Дары Жертвы Тому, кто Вероятно Жил в пещере И уходили Внутрь пещеры Они не заходили Мы же идем дальше Вот тут следы Следы Провалившиеся пещеры Вот Такие ямы На краю склона Всегда свидетельствуют о том Что раньше Тут тоже были пещеры Да Просто Дело в том, что Я обращаю на то Что Ответственный склон Остается И что такое Начинает Лететь на И Как-то сохраняются Чаще всего Густный Флот Очень редко Вписьменный Потом начинается Все с нуля Потом Это Тогда уходят В разных регионах Потом дальше Ну и потом И так вот идет Вот сейчас Мы спустимся На ту давнюю Дорогу Древнее путище Видим, что Эта дорога Была укреплена Тут остатки Каменной кладки Я надповорачиваюсь Чтобы выйти На основной Смородинский спуск Засыпанный Дренажный колодец Крутые склоны И неутомимые Неутомимые Краеведы Все Вот мы спускаемся И приближаемся К Леплиновке А сейчас Мы посетим Местность Леплиновку Леплиновка Называется Так От имени Леплинского Это был психиатр Который Держал В этих краях Частную клинику Неподалеку От Кирилловской Больницы Для умалишенных В удолье При холме И Находилась Леплиновка Сейчас Мы вам Покажем Леплиновку В современном Ее состоянии Для ориентирования Вот если мы Посмотрим вверх И залезем туда Но мы сейчас Не полезем туда Я уже Лазал В какой-то серии Мы Выберемся На Подольский спуск Вот Смородинский спуск По нему стекает Ручей Вымывая Железистые частицы И вот Мы спускаемся На улицу Кирилловскую И пойдем По ней Вдоль Леплиновки Вот Еще один Ручей По Некоторым Мнениям Смородинский спуск Вот Именно В текущей Его Конфигурации Был Проложен Для того Чтобы Как раз Хрущеву Было Удобно Ездить На дачу Но Дело в том Что Смородинский спуск Существовал И раньше Просто Его Нынешняя Конфигурация Немного Изменилась Вот Где еще В Киеве Встретишь Улицу Где Ручей Течет Просто По ней Самой Леплиновка На большой Скорости Проезжает Трамвай Номер 16 И Ручей Уходит В Ливневку Мы же Следуем Далее По улице Кирилловской Леплиновка Вот школа С углубленным Изучением Английского Языка За школой Уже Успели Построить Какой-то Новый Дом Вот Дом Гостиного Типа Гостинка А там Впереди Склон На склоне Подольский Спуск Которого Раньше Не было Был просто Склон Но потом Склон Разрыли И Создали Подольский Спуск Обычно Люди Проезжают Вдоль Леплиновки На трамвае Хотя И очень Редко Тут Нелюдное Место Такой Изолированный Райончик А мы Пройдем По дворам Так Леплиновка Со стороны Дворов Редактор субтитров Редактор субтитров Отпираемся к местному скверику. Вот этот сквер это все, что осталось от некогда большего парка, который простирался по территорию нынешнего стадиона «Спартак». А напротив «Спартака» раньше была Троинская площадь, и где-то в ее окрестностях-то и был один из домов археолога Викентия Хвойки. Вот не зря одна из улиц здесь названа в его честь. То есть вот там, но по ту сторону уже не Леплиновка. Леплиновка это вот тут, где мы сейчас идем. То есть по ту сторону от стадиона там была площадь, но потом площадь была застроена жилыми домами. А так раньше, вот в начале 20 века тут стояли хаты, мазанки были, сады. Мы выбираемся к стадиону. Вот отсюда спускается Подольский спуск. И раньше тут был мостик через ручей, который вытекал из Репехово-Яра. Этот ручей и сейчас протекает, но уже в коллекторе. Выходим на пересечение улицы Кирилловской и Подольского спуска. Купол Кирилловской церкви. Там же находится и больница Павловка, психиатрическая больница. Так, вот справа от нас находится трамвайное депо. Подольское трамвайное депо. А идем мы по местности, которая называется Куреневка. Куреневка называлась так потому, что тут курили, винокурни стояли на речке Сырец. Мы приближаемся к Копыловке. Это местность очень давняя. На польских картах 17 века она обозначена как отдельное селение. Карпиловка. Ну и постепенно стала расширять. Основная улица этого района, вот она там находится, Копыловская. Ее жители не знают, почему она так называется. Ну, а мы знаем и вам рассказали. Вот этот дом, визитная карточка Копыловки. Потому что его все видят, когда едут на трамвае, на птичий рынок. Вот давайте заглянем во дворик этого дома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот мы приближаемся к территории совмещенной Кирилловской церковь и психиатрической больницы имени Павлова. Вот этот домик, это морг, бывшая больничная, прачечная. Мы пришли на территорию больницы. Тут есть как старые, старинные здания, так и новые. Очень любопытно, что мы видим желтое здание трапезной, трапезная это как раз бывший морг. Ломко отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы мимо поваленных столбов возвращаемся к Подольскому спуску, чтобы подняться улицей, которая раньше заменяла Подольский спуск. Улицей речь идет об улице Макаровской. Очень такой живописный склон, на нем находится корпус, один из корпусов Павловки, психбольницы. Мы же следуем дальше. Вот это устье Репяхова-Яра. Тут протекал и ныне протекает ручей, но сейчас он под землей. Идем на улицу Макаровскую. Что вы скажете, чтобы не обходить, а подняться вот тут? Подольский спуск, Леплиновка и далее холм. Раньше тут был пологий склон, но в нем прорыли Подольский спуск. Откачиваем и идем к лестнице. Субтитры сделал DimaTorzok Не могут подниматься по лестничке. Они хватаются за трос и подтягиваются. Подтягиваются, подтягиваются и выходят на улицу Макаровскую. Вот и она. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok